всем здравствуйте я рада приветствовать всех кто заглянул на мой канал меня зовут алла итак дорогие мои друзья сегодня немножко накопилось вопросов которые мне задают соцсетях поэтому я решила на них ответить вот заодно и повяжу и вам расскажу и покажу что я вижу почему я сегодня так решила что отвечу на ваши вопросы наверное наверное потому что несколько вопросов поступила довольно таких знаете не хочется затягивать хочется ответить вот потому что что я заметила когда вопросы задают и нет времени на них отвечать до обижается на и зрители поэтому то есть это наверно у всех так вот поэтому вот я сейчас я уж не буду вам в тонкостях рассказывать да как я выкроила время как у меня так получилось немножко присесть и повязать ну скажу вам что с большим трудом я нахожу время на вязание поэтому если там за кадром кто-то думает что я вижу от безделья могу сказать вам что настолько у меня нет времени вы даже не представляете поэтому нет безделья совсем нет нет безделья и так приступлю к ответу на ваши вопросы немножко буду заговариваться потому что за последние четверо суток я очень мало смогла поспать вот опять же это это к тем кто считает меня бездельницей вот поэтому нет это ваше право я я разве спорю успели хочу ответить на вопросы потому что девочки ждут вот почему девочки потому что как бы я так поняла из всех вопросов что мальчики мне такие вопросы не задают смотрят да знаю дорогие друзья я очень рада что меня смотрят мужчины да вот но глупых вопросов не задают сразу скажу вот мужчины видимо более у нас такие понимающие категория понимающих людей это мужчины если что-то спрашивают то по делу они без всяких там вот поэтому я так понимаю что вопросы мне задавали девочки вот дорогие мои девочки сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы вот видите вижу да да немножко вот как бы как сказать мы надо бы лечь бы поспать пока внук уснул но не могу потому что он проснется в любую минуту у нас вот видите соседи сверлят поэтому я сюда заглянула на пару минут так а вязать то мне надо да мне очень нужно для старшей внучки связать сарафанчик вот и просто так как я села отвечать на вопросы думаю я не буду брать то вязание которое у меня там знаете большого и там ниже много процессов да а я возьму вот именно отвечу тут тоже будет вопрос поэтому не все так просто и так дорогие мои друзья болтать много это вредно сейчас я приступлю значит первый вопрос который мне поступил в соцсетях до сосед мой сверлит конечно надеюсь что он не очень его мешает ну вот так вот так первый вопрос вы вяжете на заказ вот это очень интересный вопрос это философский вопрос начнем с этого так ладно я что хочу сказать вы знаете дорогие мои друзья я бы с удовольствием вязала на заказ но есть одно но во первых время да ладно можно найти время и связать на заказ не спорю можно даже знаете как меня спросили почему я не вижу на заказ да вообще сегодня ряд вопросов так и как и как вы задавали от слова почему так вот почему я не вижу на заказ понимаете какая ситуация вязать на заказ надо примерять потому что люди снимают неправильно мерки это первое вот не умеют люди у нас снимать мерки и не умеют это все делать правильно для того чтобы вот передали вы правильные мерки до вязальщицы и вам человек вяжет поэтому еще вот в этом состоит большая часть этого моего почему я не вижу потому что даже допустим даже если мне правильно снимут мерки до чтобы под большим вопросом и вышлют мне эти мерки скажут ну там вот там как нюансы свои как связать что я хочу сказать не всегда люди которые делают заказ да они не всегда понимают сочетается ли то пряжа которые они захотели то есть зачастую вот чаще всего до когда заказчица делает заказ вязальщицы она же сама рассказывает из чего она хочет чтобы ей связали вот поэтому я несколько раз столкнулась с этим вот с цветом да ну то есть цвет неподходящий вот потом значит ну как не подходящий ну вообще то есть от слова совсем уж насколько я люблю вязать разноцветные изделия но в общем на заказ я не вижу почему потому что люди которые будут заказывать да они могут я не говорю что все но они могут снять мерки неправильные вот и сочетание пряжи возможно они даже не видели эту пряжу да но они напишут мне вот из такой из такой из такой пряжи которая ну совсем как бы не подходит вот я знаете как могу связать я могу связать вот из того что я считаю нужным да как бы опыт все таки есть и тогда я могу эту вещь поставить на продажу вот я так отвечу я не могу сказать что вот я там как я категорически не вижу если вы мне задали вопрос в плане и почему я допустим вот не беру от людей заказы вот понимаете время нету потом как бы все остальное и все остальное уже в плане того что если вы про то что нужно ли мне продать вещи ну конечно конечно мне у меня есть вязаные вещи которые я связала их никто не носил естественно это новые вещи которые я продаю вот ну опять же я же и очень много вижу просто в подарке поэтому те вещи которые у меня лежат на продажу они лежат ну потихонечку они продаются потому что ну в общем продаются так будем говорить да люди которые ценят ручное вязание они покупают хочу сказать что даже независимо от цены немножко подняться уже руки болят даже независимо от цены а так вот конкретно потом вы знаете люди которые заказывают у вязальщиц они думают что это вот так вот вы сели до час-другой ладно связали то есть это все не так просто потом девочки которые вяжут специализируются именно вот на вязании да они говорят что к сожалению сожалению не всегда труд оплачивается да я с этим соглашусь это очень обидно что вот человек вяжет вяжет и труд не ценят люди которые делают заказы будем так говорить вот поэтому да если честно монет у меня да нет у меня времени нету возможности принимать вязание на заказ на вязание поэтому как-то пока девочки именно вот если вы мне задали вопрос той целью что бы я связала вам пока говорю что такого времени нет во первых я же не знаю что вы хотите вопрос поступил а дальше вопрос вы продолжите вот я обращаюсь в той девочке как но девушки которая женщина которая задала мне этот вопрос если вы хотите что-то индивидуальное не знаю я не могу не могу так наперед да не знаю что вы хотите я не могу ответить буду я вязать вам или нет мне нужно знать что это за изделие так вот если проще сказать так второй вопрос чем больше любите вязать крючком или спицами а смотря что вы знаете смотря что и смотря вот видите сейчас у меня крючок при том любимый вот мой любимый крючок не знаю по моему троечка где-то тут было написано до троечка вы была ручка конечно это это китайские крючки из китая с алиэкспресс была ручка резиновая но наш понятно куда уже ушла вот и поэтому вот любимый крючок это если крючка касается вот верно джинс подходит спицы три с половиной я люблю вязать а вообще вижу всем всем разными крючками разными спицами простите вот так вот мечтаю вязать на машинке но пока такой возможности нет третий вопрос почему вы решили участвовать благотворительные акции знаете такой интересный вопрос я сейчас тогда отвечу ему не прям так сразу да я расскажу вам сначала что как бы как сказать начало сейчас я вам попробую рассказать начало понимаете в чем дело я искала если вы имеете ввиду опять же вопрос надо я думаю что вопрос надо задавать немножко четко если вы имеете ввиду про ту благотворительную акцию которая сейчас который я участвую в этом году то я могу сказать что он я искала людей которые смогут вместе со мной осуществить эту мою идею затею до который потому что одна вы понимаете что я бы одна пледы не смогла вязать вот поэтому я благодарна девочкам которые присоединились ко мне которые вместе со мной сбилась пока говорю которые вместе со мной занимаются благотворительные акции до которые дарят людям тепло девочки спасибо вам огромное я очень долгое время что касается именно вот пледок я очень долгое время искала единомышленников искала девочек которые вместе со мной смогут сделать такое доброе дело и я очень им благодарна то что они услышали меня нас конечно мало это обидно нас очень мало но мы делаем добро конечно я думала что больше нас будет по правде говоря хотя бы каждая девочка по одному квадратику свяжет до представляете сколько бы мы смогли людей согреть теплом наших пледов но к сожалению по большому огорчению не не откликнулись девочки многие блогеры вообще сказали когда я обратилась с просьбой чтобы на своих каналах они объявили для своих зрителей до чтобы они объявили они ответили мне что они такими делами не занимаются вот вопрос тогда к ним а что это за такие дела сделать добро людям связать квадратики отправить в крым и там наташа делает большую часть наташа там собирает пледы и относит бабушкам и дедушкам что здесь такого но но опять же это их личное дело они так ответили да я не буду назвать фамилии это некрасиво при том что зачем это это не нужная реклама если они меня услышат я думаю да что это им должно быть стыдно вот а еще раз хочу сказать огромное спасибо девочкам которые вяжут для благотворительной акции свяжем плед всем миром дай бог и всем здоровья вот творческих процессов побольше да чтобы у них были силы помогать людям и своим семьям вязать вот вы знаете благотворительность это благое дело и если уж нам бог дал умение вязать то почему бы это умение не сделать с пользой для тех людей которые по своему состоянию здоровью вязать не могут вот поэтому вот что касается благотворительной акции почему я решила я давно вижу благотворительно давно это канал у меня скоро год каналу а вижу я именно вижу и дарю людям которые не могут вязать ну наверное лет двадцать пять если не больше это точно поэтому думаю что что вы меня поняли что я не не вчера решила заниматься благотворительности еще раз хочу позвать девочек которые может не знают не слышали о том что мы с натальей хомяковой канал вязана мы организовали благотворительную акцию наташи на канале есть ролик я конечно оставлю под этим видео есть ролик я других оставлю девочек которые тоже участвуют и сняли видео мы вяжем квадраты вот и отправляем в крым там наташа делает из наших квадратов пледы и дарит их бабушкам и дедушкам вот которые нуждаются в нашем тепле и не только пледы мы вяжем еще следочки ну и там по желанию кто там из девочек что еще захотят по желанию вяжем понимаете это очень для меня так это очень приятно связать и я знаю да я знаю о том что пледом который я связала укрывается человек которому мой плед принес тепло это же здорово понимаете когда ты не только своей семье помогаешь ты помогаешь другим людям которые тебе нуждаются поэтому присоединяйтесь девочки ничего постыдного в этом нету минус тем блогерам которые не захотели на своих каналах рассказать про нашу акцию вот и огромное спасибо тем блогерам которые приняли участие их всего трое это девочки которые рассказали про нашу благотворительную акцию это аленушка абель ирина кремнева и оля из финляндии северное вязание я еще раз говорю им огромное спасибо потому что у них аудитория больше чем у нас вот и они с большим удовольствием рассказали про нас их услышали и вяжут и спасибо вам дорогие мои девочки которые вяжут и которые уже связали и вы знаете что вы сделали доброе дело и так четвертый вопрос почему вы вяжете мало плечевых изделий для взрослых вы знаете потому что наверно меня просто нет времени мне очень хочется вот я же вижу сейчас себе этот летний такой свитерок и вижу да вижу потому что пряжа такая оказалась которую детям не будешь вязать вот поэтому вижу себе если бы не было этой пряжи там лен вот я бы не вязала я да у меня есть что носить не как бы это себе зачем мне есть что носить я вижу деткам они растут вот сейчас видите сейчас вижу я вижу они такое но я не знаю сколько она будет домашняя может она захочет в нем конечно выходить на улицу это ее право я вижу такое уютное платьишко так будем говорить ну сарафанчик такой либо платьишко безрукав лего сможет сарафанчик скорее всего пряжа хорошая она попросила выросла поэтому я вот знаете все бросила сижу срочно и вижу потому что понимаю что раз ребенок захотел то надо выполнять ее заказ вот видите у меня я говорю заказов нет у меня заказы вот меня заказывают девочки да они пряжу выберут сами цвета остальное уже там я предлагаю вот для взрослых но нет времени да нету времени поэтому для взрослые знаете все привередливые они себе пойдут и купят что им надо поэтому это все лишнее но себе вижу до скоро закончу немного там осталось да вижу и покажу себе то что я сейчас вижу так пятый вопрос почему вы вяжете только из остатков пряжи ну я люблю вязать из остатков пряжи ну почему вы так решили потому что я вижу только из остатков нет я не вижу только из остатков я если вы посмотрели несколько видео у меня на канале где я вижу да именно там указываю я же это показываю как вам как за идею что вы можете ну связать чем не выкинуть пряжу до связать что-то нужное а вот вот смотрите это пряжа yarnart джинс да ну примерно я так примерно мне на сарафан на ребенка 8 лет до нужно 250 300 грамм если этих не хватит еще вот один такой моток есть я думаю что хватит вот таким образом у меня будут эти полоски зайчика подвинем вот таким образом видите вот я начала низ изделия самый темный будут эти полоски вот сейчас по ходу вязания я посмотрю мне делать узкие полоски либо пошире либо еще пошире то есть это я уже во время вязания ну как вот вы это назовете остатки это же не остатки вот я сейчас вам покажу от другого изделия вот остатки и это богатство я такие остатки вообще с большим удовольствием применяю использую вязание зачем их выкидывать я это не выкидываю сказать что почему вот как вот вопрос звучит почему вы вяжете только из остатков пряжи нет тут немножко вы не не так не так поняли меня вижу я из разной пряжи но из остатков люблю конечно потому что я до последнего сантиметра люблю в дело опускать пряжу я не люблю знаете там выбрасывать чтоб она там оставалась где-то валялась нет у меня вот остаются вот это я вот эти видите вот это пряжа это с прошлого там у меня было изделие с прошлого осталось я вот нашла а это вот все новые матки это без этикетки потому что уже девочки тут вязали вот а так это 5 мотков новых я из них сейчас да вот планирую вязать они такой сарафанчик или платьишко без рукав но если из этой пряжи что-то останется то поверьте мне я ничего не выбрасываю если останется это пряжа я могу еще и шапочку и связать потому что как я уже говорила у меня любят внучки одеваться по цвету то есть вот представьте она выйдет в сарафанчике да на улице жара и же все равно нужно какую-то шапочку на голову и конечно мне они скажут бабушка что ж ты мне сарафан связала сарафаном никакой не повязан даже повязка на голову это нужно вот они одеваются по цвету поэтому я же говорю у них каждому платью там или к юбке есть шапочка повязка там ну что там еще косыночка вот поэтому нет не только из остатков девочки из любой пряжи вижу из любой главное чтобы вот как я уже сказала это пряжа мягкая да я вижу деткам лен я вижу себе потому что лен не любят детки так еще у меня осталось два вопроса но уже не вязальные вот поэтому времени уже много сейчас я два вопроса я думаю что я недолго буду отвечать так по вязанию всего если вопросы есть или что-то вы хотели узнать и не поняли то пожалуйста пишите под под видео пишите задавайте вопросы отвечу так связальными вопросами все следующий вопрос звучит где вы родились я уже но говорила конечно вот повторюсь я одесситка я родилась и выросла в одессе моя родина одесса естественно я там и научилась связать потому что из одессы я уехала 18 лет вот так сложились обстоятельства я уехала жалею очень жалею и просто дело в том что изменить ничего нельзя было а в данной ситуации вот вообще ничего изменить нельзя поэтому я всю жизнь жалею но повторюсь что уехала я не по своей воле или по какой-то прихоти я ни за что бы никогда не уехала из одессы так сложились обстоятельства вот нашей семьи что я была вынуждена уехать многие это не поймут ну это опять же это ваше право понять или не понять вот дальше и последний вопрос как вы попали в калининград ну потому что я же говорю да виде уже к люди поняли вот как как я попала в калининград я сейчас расскажу а поняли я имею ввиду что люди которые меня смотрят поняли что я живу в калининграде да правда я сейчас живу проживаю в калининграде вот но повторюсь как я уже говорила я живу в гостях то есть я в гостях у своей старшей дочке муж ее здесь семья и и поэтому я у них в гостях почему почему я у них в гостях и я помогаю смотреть за детками ну помогаю как объяснить помогаю но я постоянно с детками так как они вдвоем работают вот так наверное будет точно вот таким образом я попала в калининград дети работают здесь в калининграде уже 4 года вот весной было 4 года как они сюда приехали поэтому они попросили меня им помочь приехали они с двумя детками здесь с двумя дочками не было две дочери они переехали сюда жить и уже здесь родился у них сашенька мальчик вот поэтому я помогаю вот так вот надеюсь я ответила на ваши вопросы вот если скажу еще раз если вопросы есть пишите потому что вы знаете не все теги конечно вопросы индивидуальные это понятно не во всех тегах есть ряд вот таких вопросов поэтому я понимаю если как сказать если спросили то нужно ответить поэтому я и ответил вот вижу узор простой вот как же вот как показать узор очень простой вижу крючком надеюсь что за пару дней получится у меня связать потому что они очень красиво сразу скажу что если нужна схема узора я могу нарисовать и выложить куда я могу выложить контакт одноклассники но эта схема с головы вот поэтому я думаю что каждая из вас девочки может такую схему придумать сама нарисовать могу если надо нарисую видите на ю тубе нельзя выставлять схемы поэтому да опять сосед сверлить сейчас у меня не получится поспать малышу вот поэтому друзья мои буду заканчивать буду бежать в ту комнату потому что ребенок проснется сейчас всем хочу пожелать вдохновение ровных петелек до всего всего того что вы сами себе хотите самого наилучшего все у меня уже пришли с работы взрослые до свидания а а а а а а